Мне кажется, порою Установление памятной даты Дня неизвестного солдата обусловлено необходимостью увековечивания памяти и великого подвига воинов, погибших на полях сражений, чье имя осталось неизвестным. Всего в войнах и вооруженных конфликтах XX-XXI веков пропали без вести порядка двух миллионов человек. В нашем городе символичным местом поклонения для всех тех, кто не знает, как и где погибли их родные и близкие, стал памятник неизвестному солдату. Установленный в военно-мемориальном комплексе «Победа». Каждый год в нашей стране ведется работа по поиску и установлению неизвестных и пропавших без вести защитников Отечества. Узнать судьбу бойцов в ходе экспедиции и кропотливого изучения архивных документов помогают поисковые отряды. В Уварово это невидимый фронт, созданный на базе Химико-технологического колледжа, в котором состоят порядка 15 человек. За полевой сезон один отряд, допустим, количеством 30 человек, поднимает около 30, то есть находит на местах боев, эксгумирует и торжественно перезахоранивает около 30 человек. А статистика, так скажем, нахождения, возвращения имен примерно на тысячу неизвестных 30 до 50 имен. Представители поискового отряда, сформированного в 2014 году, являются активными участниками поисковых экспедиций Всероссийской вахты памяти, проводимых во многих областях нашей необъятной страны. Этот год для них стал не менее насыщенным по участию в различных мероприятиях как регионального, так и федерального значения. Так, в период времени апрель-май Уваровские поисковики осуществили выезд в Кировский район Ленинградской области в мемориальную зону «Надежда». Поисковикам совместно с другими отрядами уже не раз удавалось отыскать и восстановить имена неизвестных солдат, наших земляков, с помощью именных медальонов и архивных данных. И, что самое главное, вернуть их домой. Кроме того, летом этого года представители поискового отряда «Невидимый фронт» побывали в Ржевском районе Тверской области и приняли участие в работе военно-исторического лагеря «Калининский фронт». Проводился он во второй половине августа. Задачами вот этого военно-исторического лагеря было как непосредственное проведение раскопок по нахождению и подъема при захоронении бойцов Красной армии, так и вторая основная функция – это обучение поисковой молодежи, так скажем, числа поисковиков, а зам поисковой работы. Туда входит и поиск на месте, и прикладная археология, и топография, и история поискового движения, и история Великой Отечественной войны, и история Великой Отечественной войны на месте, на конкретном. Слова «Никто не забыт, ничто не забыто» стали символом этого памятного дня. И в честь праздника по всей стране в этот день проходят различные торжественные мероприятия. 3 декабря в Уваровском химико-технологическом колледже традиционно пройдет урок мужества, на котором представители поискового отряда расскажут о результатах своей деятельности и в очередной раз напомнят о великом подвиге наших предков. Основная работа, к чему сводится любая работа поисковика – это восстановление исторической праведливости, их сохранение памяти не только о Великой Отечественной войне, но и памяти о каждом конкретном человеке, кто погиб или отдал, так скажем, свой долг Родине по защите ее от агрессора, от противника. Вот чем занимаются. И данная конкретная дата – это больше день памяти для любого поисковика о тех, кто погиб в годы Великой Отечественной войны.